I have ways of blowing things up И поехали играть В Лондон Создать изначальный лондонский метрополитен Трубу Красно и синие ветки Перевезите 200 пассажиров Перевезите 1000 пассажиров И перевезите 1000 пассажиров Используя не более одного тоннеля Это у нас ачивки Которые мы можем получить здесь Не более одного тоннеля Играть Я пока без понятия что это Я еще не играл, не видел Я видел только картинки И А я в этом Принимаю какое-то участие? Один пассажир Играет музыка Подождите Треугольники с треугольниками Кружки с кружками Здесь накапливаются Здесь накапливаются Мне надо Чтоб все соединялось У вас больше нет тоннелей Уберите А как я вам Давайте начну Оооо, как хорошо Это стало Сразу Надо было так сразу сделать Подождите минуточку Я решил пройти обучение, просто изначально меня закинуло именно в обучение, перед настройками, я хотел покопаться в настройках и скипнул обучение, давайте вместе мы посмотрим. Круглые пассажиры ездят на круглые станции, хорошо, то есть определенные пассажиры ездят на определенные виды станций. Подтяните, чтобы продлить эту линию. Хорошо. Треугольник и квадрат, то есть им нужно сюда-сюда. А-а-а, окей, я вас понял, как это теперь делается, спасибо. Так не получится. Тоннель необходим каждый раз, когда линия пересекает реку. Понял, нужно смотреть на количество тоннелей, сколько у нас есть. Неделя вторая, вы получили новый локомотив. Давай этот локомотив на новую или существующую линию. Два тоннеля, все, я понял. Можно промотать немножечко. Чтобы закрыть линию, нажмите кнопку этой линии, затем на крестик. Закрыть всю линию? Так, я бы еще один локомотив на... Красную, наверное, ветку поставил, я не знаю. Да, эта линия потом полностью пропадает. Я вас понял. Эти станции мы потом просто перетаскиваем, чтобы... Ну, в реальной жизни это, конечно, был бы ад, но здесь ты просто меняешь чуть-чуть направление, и оно работает. Блин, на самом деле, какая атмосфера офигенная, оно тут такой музончик человенький. Желтая ветка у нас пока что получается самая относительно неэффективная. А красную мы можем сделать вот кольцевой. Да. Неделя-третия, локомотив. Откройте новую линию. Вот такую и сделаем. Получается, у нас есть только три вида пассажиров, круглые, квадратные, треугольные, а линии у нас может быть больше. Это, кстати, прикольно. А у меня туннелей больше нету, я понял. Это теперь будет захватывать еще и эту станцию. Прикольно, прикольно. Мне бы еще один туннель, я бы синюю тоже сделал бы кольцевую через реку вниз. Ну, большого скопления людей у нас не наблюдается, что приятно. Давайте сюда продлим голубую линию. Хотя вот тут вот на конечной, конечно, да, нам не хватает. Нормально растягивается. Еще один локомотив нам добавили. О, вагоны увеличивают здесь вместительность одного поезда. Нам надо посмотреть на... Нам бы на желтую, наверное, вагон. А на голубую... Нет, на синюю. Еще один локомотив. Ну, вроде как работает. Нам синюю ветку надо разгрузить, но сейчас с этим, я думаю, два локомотива справятся. Мы сейчас отвезем одного квадратика, заберем оттуда трех чуваков, и все будет нормально. А синюю ветку мы можем вот так вот поднять. Она у нас вполне будет сходиться. Я не могу ее... Голубую ветку мы пустим через эту станцию. С желтым, я думаю, я правильно поступил, то, что закинул туда вагончик. На синем у нас ничего не накапливается. На желтом у нас достаточно большой пассажиропоток, но с дополнительным вагончиком они справляются. А синюю можно продлить сюда. Мы это, конечно, ужасно удлиняем, но, опять же, у нас тут мотаются два поезда, которые, по идее, должны бы справляться с этим пассажиропотоком. По красной поменяем маршрут. Так, хорошо, но мне нужен туннель. Дает еще один локомотив, вагон, линию. Это все классно, но мне нужен... А, туннель может быть любой длины. А вот это, кстати, интересно. Вагончик... Так, локомотив дополнительно можно кинуть на... Синий у нас прям немножечко страдает из-за того, что линия длинная, растянутая и не закольцованная. На голубую линию можно кинуть еще один локомотив, потому что она длинная, и там уже много людей. Хорошо, хорошо, это неплохо работает. Желтая у нас закольцованная, с вагончиком дополнительно. Можно еще одну станцию нанизать. А, вон еще одна станция. Тогда давайте в этот тоже будет желтая линия. Красная. У меня сейчас получается синяя не очень удачная. И голубая. Но мне бы один туннель, я бы тогда, может быть, синюю закрыл бы в кольцо. Голубая не настолько проблематична. У меня там хватает поездов. Ум. И тут сейчас желтый хорошо загрузился. Синяя закругляем. Через вот это будет ходить. У меня тоннеля всего лишь два. Дополнительный локомотив. Линия вагона. Не будем торопиться. Сейчас посмотрим, что у нас происходит. У нас желтая. Офигеть, как загружено. На желтую нужен еще один локомотив. С еще одним вагоном. И нацепим на него еще одну станцию. Ну, на желтую у нас прям время ожидания огромнейшее получается. На синий тоже время ожидания. На синий я не посмотрел, блин. На нее нужно накидывать новые и новые станции. А у меня нет ни вагонов, ни локомотивов. Которые мне сейчас нужны. Почему тут вот желтая не собака? У него не было места? Серьезно? А когда он полный, он медленнее едет? Или? Он игнорирует станции, потому что ему негде их согласен. Понял. Почему он так долго на квадратной станции стоял? Желтая у нас все равно тоже очень хорошо нагружена. Но на синий коллапс. С синей надо что-то делать. На синий больше нагружать нельзя, поэтому это будет красная. Так. Мне нужен еще вагон, как минимум. Чтобы немножечко что-то сделать с синей линией. Там все печально. На желтые смотрите, какое страшное время ожидания. На синюю найти еще один. На желтую найти еще один. Немножечко охладили время ожидания. Ты не в ту сторону поехал, дружище. Ладно, этот сейчас приедет, подберет. На желтые, на синие их пока что просто катастрофа. А мне это только через синий не упускать, потому что другие не дотянутся, у меня нет туннеля. Так, красная, на самом деле, с двумя поездами, но она пока что справляется. Синяя. На синие проблемы. Они не критичны, но это проблемы. Там успевает насобираться пассажиропоток, смотрите. А почему он не забрал остальных? Он собирает только треугольники. Потому что конечная станция треугольная. Ну, я понимаю, да, но все же. А кто квадраты будет собирать? Так, этот квадраты раскидал. Вот, этот сейчас квадраты пособирает. Хорошо. Синий. И тут сейчас соберет все квадраты. И отсюда тоже пособирает квадраты. Сколько влезет там? Раз, два, три, четыре. В принципе, нормально. Ну, скоро тысячу человек перевезем. Прикольно. Достаточно долго разгружается. Вот что печально. Дайте мне еще один туннель. Еще? Локомотив, спасибо, я ценю это, да. Но вагон... И вагон, и это на синюю. И на нежный цепь еще эту станцию. Почему я не могу их закруглить? Хорошо. Желтый у нас немножечко напряг, но немножечко. Красная... Блин, кстати, на красный немножечко не хватает у нас. Там просто два локомотива катаются. Линия небольшая, но они постоянно загружены. И там просто одища происходит. Но то, что творится на синий, это не поддается никакому описанию. Смотрите, там какие очереди просто гигантские. Ну... Вот эта штука, она едет просто на конечную сейчас. Смотрите. Это пустотелая линия, почему? Смотрите. Собирай всех треугольников и тащи их отсюда. Отсюда можно еще два треугольника забрать. А, да, даже всех треугольников. Неплохо. Сюда желтую ставим. Фишка в том, что у нас треугольник находится здесь, а квадрат находится здесь, и поэтому нам квадраты приходится тащить через всю линию. И треугольники нам тоже приходится фигачить очень далеко. Но с тремя поездами они, по идее, должны справляться. Сейчас он здесь выкинет треугольник, а в окружки доедут до этой станции, и все будет хорошо. На локомотив... А, я выбираю, что вы хотите для вашей линии хочу давать новую линию. Так. У нас эта линия обслуживает чисто кружки. А тут без вариантов, что она будет обслуживаться. А тут нет треугольника, куда я могу их ссадить. Тут нет треугольника, куда я могу их высадить? Ну, на этой станции с треугольниками их могут... А, то есть эти будут с пересадки добираться? Фига себе. Так, на, держи. И тут треугольная станция, на, держи. Он отсюда будет забирать квадраты, а треугольников будет привозить сюда. Треугольников будут забирать на синей линии. Офигеть, красная линия, просто коллапс. Так, отсюда их синие забирают. Хорошо. Так, хорошо, 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 хорошо. Нам срочно нужно что-то с красной линией. Чтоб через красную линию проходила еще и синяя, она заберет на себя пассажиропоток. Но она перегружена. Игра окончена, да. Переполняет стенс, привелок к закрытию вашего метро. Я вас понял. Хорошо, хорошо. Это очень интересно, это очень сложно. Оно вроде как изначально начинается такое, не особо хардовенькое. Это, кстати, было обучение, я проиграл обучение. Ладно, в любом случае. Думаю, тогда пока что на этом будем заканчивать. Это очень интересная штука. Увидимся в следующей серии. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи и добра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»